Внимание! Рассекают снег со скоростью 70 км в час. Считается, что сноуборд почти в два раза быстрее лыж и экстремальнее. Это и притягивает юных спортсменов, которые приехали покорять Кубок Алтая по сноубордингу. Говорят, душевный вид спорта, хоть и опасный. Серьезно падал? Ну, бывало. Один раз я упал на спину, чуть ли не сделал сальто. И тебя не остановило, продолжил заниматься сноубордингом? Нет, потому что это круто. Сноуборд – это моя жизнь. А есть какие-то приметы у сноубордистов? Перед стартом нельзя очень много пить и кушать. Нельзя слушать других по поводу состояния трассы, по поводу соперника, чтобы себя не расстраивать и чтобы ты не думал, что ты плохой или что-то плохо получится. Это сейчас сноубординг является олимпийским видом спорта. Да, еще 60 лет назад его вообще не существовало. Да и борт выглядел иначе. Он представлял собой пару склеенных лыж. Максимально сгруппироваться, поджать руки и в случае падения упасть на бок. Вот золотые правила, которые помогут избежать травм, финишировать первым и вырвать победу из рук соперника. Как отмечать будешь? Я в кругу семьи. Вот, попразднуем, посидим, сока попью. В этом году не подвела и трасса. Снежная и скоростная. Гоняли с комфортом. Соревнования по сноуборде «Дгу» на Алтае проводятся уже третий год подряд. Но впервые такая широкая география. К нам приехало свыше 70 спортсменов. Около шести регионов. Семи. Самые дальние – это у нас прилетели из Камчатки. Наши гости. А так, в близлежащие регионы. Ну и Казахстан приехал. К слову, у нас на Алтае уже есть выдающиеся спортсмены. К примеру, Дарья Фадеева. По словам тренеров, у нее есть все шансы попасть на юниорский чемпионат мира по сноуборду. Ну а потом, если прорвется в сборную страны и на саму Олимпиаду. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.